На оптовом рынке города средняя стоимость яблок сейчас составляет 450 тенге за килограмм, груш – 1200 тенге, апельсинов и лимонов – 850, винограда – 1100 тенге за килограмм. Около 70% фруктов на рынке привозные. Их поставляют из Молдовы, Польши и других стран транзитом через Россию. Однако проблемы с поставками начались, по словам продавцов, еще за месяц до начала конфликта на Украине. Граница проблем только с европейской стороны, сейчас из-за санкционных препятствий. Европа создает проблемы, заторы из-за этого. Груз опаздывает, на 4 дня задерживается на границе. На европейской части особенно, Латвии, Литва, Польша. Сейчас, например, закрыли пост через Польшу на Белоруссию. Остались теперь два. Вот из-за этого большой поток транспорта, и, ну как, они, европейцы, создают искусственные задержки. Торговцы опасаются, что в случае закрытия всех границ между европейскими странами и Россией, им придется искать другие пути получения своего товара, например, транзитом через Турцию. Однако это отразится как на сроках поставки, так и на стоимости фруктов на прилавках. Дефицитов, в свою очередь, продавцы не прогнозируют. С овощами ситуация на рынке менее проблемная. Во многом потому, что в основном овощи у нас местные или привозятся из других городов страны, таких как Костанай и Шимкент. Сейчас, конечно, весной немножко цена поднялась. Лук, капуста, допустим, с юга возятся, вот они по цене выросли. А остальное также, сильно разницы нет. Местные картошки 108, 190 продается. Костанайская, тоже 180 завоз, 165 закупается, дорога, все такое. Основные изменения, по словам торговцев, за последние месяцы коснулись ценников на лук и капусту. Они на оптовом рынке стоят в среднем 190 и 310 тенге за килограмм соответственно. Морковь здесь в среднем стоит 220 тенге, свекла 200 тенге, огурцы 460, помидоры 700, а картофель 190 тенге за килограмм. Влад Рогушев, Юрий Шаповалов, программа «Факт».